Каждый житель Кимак может напрямую обратиться к представителям администрации со своими вопросами. Один из традиционных форматов – обход территорий заместителями главы округа. Такие еженедельные встречи проходят во всех микрорайонах. Мы продолжаем обходы территорий на тех закрепленных районах города, которые закреплены за каждым из замов. Я 23 мая в 9.30 планирую осуществить обход вместе с представителями коммунальных служб по жилищу жилому комплексу города Набережная. Так заместитель главы Кимак Андрей Зайцев в Левобережном вместе с жителями оценил содержание детских и спортивных площадок во дворах. После устранения всех недочетов – дополнительная проверка. Результаты таких встреч представили на общегородском совещании под руководством главы Кимак Дмитрия Волошина. Это ОГХ и управление спорта. Мы их предупредили об этом. И завтра совместно выходим проверять, как они за неделю выполнили там работу. Еще один формат встреч с представителями власти, который нашел положительный отклик среди жителей – выездные администрации. Все обращения рассматриваются здесь и сейчас в одном месте. Заместители главы, сотрудники профильных ведомств, депутаты, представители городских служб. На следующий понедельник назначили встречу. У наших домов комплексная комиссия придет, которая будет решать проблему наших двух домов. Формат очень нравится, удобно, не нужно ходить, куда-то записываться. То есть это очень близко по территории. Надо такие почаще делать. Действительно, мы хотим, чтобы город наш был лучше. Выездные администрации проходят каждую неделю. Жители могут получить ответы на вопросы, внести свои предложения по улучшению жизни в городе. Следующая встреча состоится уже 23 мая в Новых Химках. Там будут все заместители главы. Жители могут задать им вопросы. Они могут пообщаться с каждым заместителем главы. Также с каждым руководителем управления, в том числе это управление ЖКХ и управление благоустройства. Жители постоянно к ним идут, задают вопросы, получают ответы. В городе стартовал сезон благоустройства. Как подчеркнул глава Дмитрий Волошин, в юбилейный год для химок необходимо уделить особое внимание преображению города. Одна из инициатив жителей – цветники во дворах. Большая программа – это цветы в каждый двор. Мы хотим в каждый двор, в каждом дворе сделать цветники. И нас об этом просили жители. У нас миллион обращений на эту тему. Продолжается масштабный ремонт дорог. О ходе работ доложил замглавы Николай Батышев. Так, работы сейчас идут на молодежном проезде, юбилейном проспекте, улице Дружбы. Это один из самых оживленных участков в Новых Химках. Здесь замена дорожного полотна была крайне необходима. За годы эксплуатации на этой дороге появились многочисленные ямы. На объекте трудятся десятки рабочих и несколько единиц техники. Работы идут в ежедневном режиме, без ущерба транспортному потоку. На время фрезерования укладки перекрываем по две полосы, чтобы была какая-то безопасная зона, чтобы ничего не отлетело в автомобиле, чтобы проще было работать. Параллельно выполняют и ямочный ремонт сразу на нескольких улицах Химок. Уделяют отдельное внимание и пешеходным зонам. Еще проводится нормализация дворовых территорий. Основные работы трешей для проходочного пространства, озеленения и замена установки малых архитектурных форм. Модернизация уличного освещения – еще одно важное направление работы. В рамках консессионного соглашения в Химках заменят более 13 тысяч старых светильников на более энергоэффективные и яркие. Об этой работе доложил первый заместитель главы Родион Левочка. Также он рассказал о решении транспортных вопросов химчан. Одна из очень чувствительных тем, которую нам рассказывают жители – это в качестве транспортного обслуживания. Мы соберемся, поговорим с жителями на остановке «Универмаг», и потом сядем в один из проходящих автобусов и проедем. Отдельное внимание в Химках уделяют безопасности. Так, на детских и спортивных площадках устанавливают видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный регион». С 20 мая по 26 мая планируем по 8 адресам подключения видеокамер. Это, прежде всего, детские игровые площадки и ТКО. Общегородские совещания глава Химок проводит каждую неделю на повестке. Отраслевые планы работы на неделю и, конечно, обращения жителей. Задача – найти эффективное решение по каждому вопросу. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин. Новости Химки-ТВ.